Добрый вечер, с вами программа «Политика». И сегодня у меня в гостях генеральный прокурор Республики Молдова, господин Александр Стояногл. Добрый вечер, добро пожаловать. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сразу раскрою скобки. Я вас пригласила на программу уже в тот день, когда вы вошли в шорт-лист. На всякий случай. Потому что много ходило слухов о том, что у вас самые большие шансы. Вы сразу же мне сказали, Наталья, во-первых, еще неизвестно, выиграю ли я, но даже если я выиграю, я считаю, что генеральный прокурор не должен ходить по телевизионным студиям, он должен заниматься делом. Почему вы решили сейчас прийти в телевизионную студию? Наталья, я действительно так считаю до сих пор, что генеральный прокурор, вообще работники прокуратуры, это не шоумены. Они должны заниматься выполнением своих функциональных обязанностей, и они должны оказывать людям услуги, которые предоставляют государство, связанные с обеспечением прав, порядка, законности, с защитой их интересов и прав. Я хотел немного увести прокуратуру из политики. Вокруг прокуратуры в последнее время было очень много политики. Вы вспомните только процедуру назначения генерального прокурора. Я думаю, что история страны еще не знала таких процессов, процессов, которые были поддержаны определенными политическими силами. Правительство страны было утверждено за каких-то 2-3 часа. Генерального назначения генерального длилось почти 5 месяцев. Поэтому я хотел, чтобы прокуратура в меньшей степени зависела от политических процессов, чтобы прокуроры отошли от этих процессов. Поэтому я думал, что вот эта пауза позволит нам сосредоточиться на наших внутренних проблемах, обеспечить функциональность прокуратуры, обеспечить ее нормальную работу. Но то, что стало происходить на прошлой неделе, вынудило меня сегодня прийти на вашу передачу и объяснить... То, что стало происходить на прошлой неделе, вы имеете в виду в некотором смысле войну между вами и Виарелом Арарем? Вы не устраивали никакую войну. Нынешним, я не знаю, временно отстраненным главой прокуратуры антикоррупции. Это не война, это обычная текущая работа. Другое дело, что некоторые прокуроры вышли из зоны комфорта и стали заниматься, имея определенную политическую поддержку, стали заниматься просто популизмом. И я хотел... Вы имеете в виду в Виарелом Араря? Да, конечно. А какую политическую поддержку он имеет? Я убежден, что без политической поддержки господин Бомарарь не позволял бы снять такие вещи, потому что в системе прокуратуры, где есть очень четкая иерархия административная, процессуальная, и есть определенные устоявшиеся правила игры, прокуроры себя так не ведут. В прокуратуре не может быть анархией, в прокуратуре не может быть каких-то самостоятельных действий, и при всем то, что в том числе и решение генерального прокурора имеют процедуру обжалования, и каждый вправе это сделать. Но вы знаете, кто ему оказывает поддержку? Вы говорите про политическую поддержку. Вы обратите внимание, да, какие политические силы стали на защиту. У нас оказалось, что вся страна, и гражданское общество, и бизнес-общество, которые еще совсем недавно кричали, что вот нас преследуют, что нас унижают, нас арестовывают, нас прослушивают там несколько лет, они как будто вместе, да, сговорившись, встали на защиту господина Мораря от каких-то, возможно, незаконных действий со стороны генерального прокурора. В психологии, если помнить, это явление называется «стокгольмский синдром», когда жертва начинает защищать своих палачей. Поэтому мне показалось, что… Но вы понимаете, почему вообще, если вы используете эту терминологию, жертве палачей, почему у жертв появилось такое ощущение? Поскольку вы пришли, в том числе с Авиарелом Мирорем, надо дать должное, эта проверка была начата не только в прокуратуре антикоррупции, но и в Пичекоксе. Просто про Пичекокс мы чуть меньше… Мы к этому вернемся. Мы к этому вернемся. Я вообще хотела с другого начать, но раз уж вы начали говорить про прокуратуру антикоррупции, давайте договорим. У многих вызвал главный вопрос. Совпадение ли это, что вы пришли с Авиарелом Мирорем, ну скажем так, в кавычках «ЗАвиарелом Мирорем», учитывая, что он совсем недавно публично заявил о том, что возбудил дело по поводу незаконного финансирования партии социалистов, он стал очень активно высказываться по поводу кражи миллиарда. На прошлой неделе были проведены обыски сразу по нескольким адресам, включая, наконец-то, адрес бывшего главы Национального банка Республики Молдова. Пять лет мы об этом ничего не слышали, вдруг спустя пять лет состоялись обыски. И многие задаются вопросом, а не случайно ли генеральный прокурор приходит за тем, кто вдруг в последнее время стал хоть что-то делать. Да, при всех его грехах, но хоть что-то начал делать. Понимаете, в этом логика заключается. Наталья, я обязательно отвечу на все эти ваши вопросы, но я хотел бы, чтобы была определенная хронология событий для того, чтобы и телезритель, и вы понимали положение вещей, которые существовали в прокуратуре. Что собой вообще представляла прокуратура до моего прихода? Буквально в нескольких предложениях, а потом мы возвращаемся к вопросам, которые вы подняли. В 2016 году была реформирована система прокуратуры. Особенность этой реформы сводилась в том, что прокуратурой решили ряд функций, компетенций. И еще одна изюминка такая заключалась в том, что в рамках прокуратуры были созданы две специализированные прокуратуры. Антикоррупции и Печекоррупции. Антикоррупции и прокуратуру по борьбе с организованной преступностью. Помимо прокуроров, и это тоже необычно для системы прокуратуры в целом, в эти прокуратуры были включены или делегированы представители полиции. То есть это оперативные работники полиции и офицеры уголовного преследования. То есть это стали очень мобильные, оперативные и достаточно оснащенные структуры, которые могли Мощные группы, которые могли самостоятельно заниматься расследованиями. Самостоятельно заниматься расследованиями, самостоятельно проводить различные действия, арестовывать людей, задерживать и так далее. То есть для этого у них были все возможности. И процессуальные, и технические, и организационные. Со временем еще один момент такой очень интересный, что эти две прокуратуры не подчинялись Генеральной прокуратуре. Вот не знаю кто-то с самого начала придумал такую модель, что эти прокуратуры настолько самостоятельны, что разве что только Ватикан может сравниться с ними по своей самостоятельности. Несмотря на то, что... Все говорили о деполитизации прокуратуры. Я помню, когда говорили как раз-таки про эту реформу, что это и будет гарантом того, что эти прокуратуры не будут политически контролироваться. Хотя мы видели, что... Дело в том, что не может быть ни одного процесса, ни одной деятельности, которая бы наряду с ее проведением бы исключала элементы контроля. Согласно закону о прокуратуре, который сегодня действует, Генеральная прокуратура контролирует, анализирует деятельность всех специализированных и территориальных прокуратур. По положению вещей, которые мы имели, эти прокуратуры не подчинялись Генеральной прокуратуре. Генеральная прокуратура не располагала никакими материалами в отношении по этим, о деятельности этих прокуратур. Теоретически они подчинялись Генеральному прокурору. То есть вы хотите сказать, что формально выходит, что Эдуард Харунжин был неким свадебным генералом, посаженным в главе прокуратуры, а реально делами, процессами в прокуратуре управляли Кетаруага и Мораль, глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и прокуратуры антикоррупции. Господин Харунжин был Генеральным прокурором, но возможности и инструменты контроля над этими прокуратурами практически отсутствовали, либо он их не реализовывал. Поэтому со временем события развивались очень быстро. В этом году, вы помните, где-то в мае месяце был скандал, в результате которого господин Мораль ушел в отставку. Скандал, случай с господином Транко, Андреем Транко. Тогда все думали о том, что это было единственной причиной его отставки, потому что на его отставке, кстати, настоял господин Харунжин. Он подал в мае месяце добровольно рапорт об уходе из системы. В июле он был уволен, потому что использовал свой отпуск. В эти же дни был отправлен в отставку господин Харунжин. Поэтому в очень скором времени господин Мораль начал процедуру восстановления на работе. А что это было за процедура восстановления на работе? Он обратился в судебную инстанцию, и судебная инстанция дала возможность прокуратуре и ему мирно договориться об этом. Но я вас уверяю, что процедура восстановления, восстановления, с моей точки зрения, далека от законной процедуры. То есть он незаконный, то есть Виориал Мораль, по-вашему, незаконно вернулся в прокуратуру? Да, по моему мнению, господин Мораль был незаконно восстановлен на работе. Господин Семенович, я вам задала один вопрос, вы начали рассказывать про историю, чтобы мы знали... Нет, я начал историю для того, чтобы было понятно. Просто пока складывается впечатление, и попрошу вас переубедить меня, если это не так, что все-таки есть что-то личное между Александром Стояноглой и Виорелой Моральем. Расскажите, что между ними есть? Наталья, давайте я расскажу то, что я хотел вам сказать, а потом я скажу. Хотя могу сразу вам сказать, что между мной и господином Моральем нет абсолютно ничего личного. Точно так же, что нет ничего личного между мной и какими-либо другими прокурорами из системы органов прокуратуры. Так вот, первое, что сделал господин Мораль после восстановления на работе, он расправился со своим обидчиком, господином Китурагой, который возглавлял прокуратуру Печков с организованной преступностью, который инициировал процедуру или преследование господина Транки. Поэтому господин Мораль в отношении господина Китураги возбудил уголовное дело, прилег его, арестовал его, и через генеральный прокурор отстранил его от должности. То есть все, что случилось с господином Китурагой недавно, в том числе 15-дневный арест, домашний, не домашний, а в изоляторе. Реально, он сидел в изоляторе. Это все была месть Веррела Моралья? Да. То есть это разборка между двумя прокуратурами? Абсолютно правильно. Вот так сложилось, что вот эти две прокуратуры, они разделили прокуратуру на две части. Вы правильно сказали, что это настоящие группировки, которые выясняли между собой отношения и конкурировали. Я далек от того, что в эти группировки ходили все работники этих прокуратур. Потому что вокруг прокуроров были сформированы группы приближенных прокуроров, которые творили весь вот этот беспредел, который имел место. И генеральный прокурор до определенного времени был неким балансом сил. После того, как господин Харонжев был отправлен в отставку, вот эти отношения, они обострились. И это просто перешло в открытое выяснение отношений. В конечном итоге господин Морарь назначил своего человека, одного из приближенных, исполняющим обязанности прокурора по организованной преступности. И таким образом стал контролировать господина Компана. Человек, который работал все эти годы с ним в прокуратуре антикоррупции. И стал практически контролировать всю систему прокуратуры. Поэтому главная задача господина Мораря и его команды заключалась в том, чтобы во главе генеральной прокуратуры был прокурор, который пришел бы из гражданского общества. То есть человек, который был бы просто менеджером. Ему не нужен был прокурор, которого бы интересовала ситуация реальная в этих прокуратурах и вообще в системе прокуратуры. Теперь мы возвращаемся к вашим вопросам. Я хотел об этом сказать изначально, чтобы было понятно, какой была прокуратура до моего прихода. Теперь появляюсь в прокуратуре я. А можно, прежде чем вы ответите до конца на вопрос, просто небольшое отступление. Я с этого, на самом деле, хотела начать нашу сегодняшнюю программу, но как-то мы быстро перешли к теме Виорела Мораря. Безусловно, это важно сейчас. Это вы инициировали. Я не знаю. Я о другом хотела начать говорить. Мы обязательно к этому вернемся. Безусловно, одну часть программы мы посвятим тому, что происходит сейчас внутри прокуратуры. 8 июня этого года парламент Республики Молдова проголосовал за декларацию о захваченном государстве. Республика Молдова была признана захваченным государством, в том числе генеральная прокуратура. Черным по белому в декларации говорилось, я сейчас не помню точную цитату, но речь шла о том, что генеральная прокуратура захвачена уже экс-лидером Демпартии Владом Плохотняком и так далее. К вам вопрос, как к новому генпрокурору. Что это де-факто и де-юро означает для генеральной прокуратуры? То, что парламент признает генеральную прокуратуру захваченным органом государственной власти. Вы вообще-то почувствовали по себе, когда зашли, что эта структура захвачена? Ну, я единственное, что почувствовал и понял, что эта структура, к сожалению, не функциональна сегодня. Потому что то, что творилось в самой генеральной прокуратуре, то, что творилось в этих двух прокуратурах, двух этих специализированных прокуратур, означало только то, что в этих прокуратурах нет верховенства закона. В этих прокуратурах не соблюдаются права и интересы граждан. В этих прокуратурах преследуются люди. В этих прокуратурах, если хотите, уничтожаются бизнесы людей, уничтожаются компании. В этих прокуратурах люди зарабатывают деньги. Поэтому это было очевидно для всех. Конкретно кто? Когда вы говорите в этих прокуратурах, вы имеете в виду эти две прокуратуры по организованной преступности Петчеркокс и прокуратурой коррупции? Речь идет об этих прокуратурах, которые были наделены всем инструментом насилия и преследования людей. Мой вопрос про захваченное государство не случайен. Ведь если это так, тогда парламентское большинство проголосовало за то, что во всем обществе все знали, все чувствовали. Не просто так во всех студиях несколько лет подряд говорили про захваченное государство. Но ведь понятно же всем, что генеральную прокуратуру Влад Плохотнюк захватил не через секретаршу в Петчеркоксе, не через водителя в прокуратуре антикоррупции и даже не через здание генпрокуратуры, а через конкретных людей, которые выполняли определенные задания. К вам вопрос. Через каких людей генеральная прокуратура тех времен до вашего прихода управлялась? Прежде всего через руководителей этих двух прокуратур. Господина Китураки и господина Морарь. И людей, которые находились в их окружении. Вы на прошлой неделе начали проверку в обеих прокуратурах. Временно отстранили глав этих прокуратур в Петчеркоксе Компана, в прокуратуре антикоррупции Мораря. Начнем сначала с того, насколько это было законно. Потому что в прессе появилось много информации самой разной. В том числе вышел первым Ярел Морарь, который сказал, что это незаконно. Он опротестовал это решение в суде. Он проиграл в суде. Но все равно он продолжает говорить о том, что прокуратура антикоррупции является независимой. Поэтому вы не имели права его отстранять временно от исполнения своих обязанностей. Вы нарушили закон или нет? Нет, конечно. Я все делал в рамках закона. Я скажу, чем были связаны эти проверки. Придя в прокуратуру, вы помните, я сделал декларацию, который сказал, что дальше страна, общество, бизнеса, общество не может дойти в состоянии страха. Этот месседж я отправил и прокурорам, и судям. Потому что все эти годы это касалось и их. Если вы помните, на прошлой неделе появилось обращение судей, которым суди обжаловали или жаловались на действия именно прокуратуры антикоррупции, которая влияет на принятие решений, возбуждает в отношении судей уголовные дела дисциплинарное производство в случаях, если суди не выполняют их указания, связанные с арестами и с другими ограничениями граждан. Прослушки, обыски, преследования и так далее. Я слышал до этого из УЗ прокуроров с опытом о том, что они не знают, смогут ли они завтра работать в прокуратуре или нет. То есть вот это чувство страха, оно было присуще, характерное для и судейского корпуса, и для прокурора. Это почувствовали в прокуратуре от людей, с которыми общались с первого дня своей работы? Да, с первого дня своей работы. А кого они конкретно боялись? Именно руководители этих двух прокуратур? Да, они боялись именно преследований со стороны специализированных прокуратур, действия которых или указания которых должны были безусловно всеми исполняться. Потому что в той же прокуратуре антикоррупции сегодня несколько уголовных дел в отношении судей, в отношении прокуроров. И эти дела сегодня являются неким инструментом устрашания и прокуроров, и судей. А кто конкретно принимал главные решения, какие решения должны приниматься? Грубо говоря, суд на чеканах должен определить, арестовывают на 30 суток, в СИЗО отправляют бизнесмена или не отправляют. Прокурору дают указания, надо сажать. Кто определял? Раньше мы все говорили, Плохотнюк. Плохотнюка нет в стране. Мы не знаем, где он. Я вас позже тоже спрошу. Может быть, вы знаете, как генеральный прокурор. Сейчас конкретно кто принимает решения, что надо опускать вниз по цепочке принятия решения в прокуратуре, в судах и так далее? Наталья, я завершу свою предыдущую мысль. Так вот, когда я обратился с таким месседжем, я пригласил двух прокуроров и сказал, что впредь две эти прокуратуры не будут вмешиваться в деятельности экономических агентов, что впредь мы не будем проводить маски-шоу, мы не будем арестовать людей в бизнесе, не будем их задерживать и обыскивать. Это не значит, что мы не будем реагировать на нарушения закона, но эта реакция должна быть следствием установления этих нарушений закона соответствующими органами. А какие двух прокуроров вы позвали? Опять-таки, прокуратуру. Мы говорим сейчас о двух специализированных прокуратурах. То есть вы руководители этих прокуратур? Да, руководители. Господин Амараря пригласил и сказал, ребят, вы слышали мой месседж, нам нечего больше делать в бизнесе. Если у нас будет заключение налоговой инспекции о том, что какая-то компания уклонилась в особо крупных размерах от уклонения от уплаты налогов, тогда мы будем реагировать. Но это опять-таки не значит, что мы этих людей должны гнобить в тюрьмах, потому что нахождение в Пеницаре 13-м у нас уже априори является нарушением прав человека по юрисдикции Чедо. Ну вот Филат вышел по УДО именно по этому поводу. Ну вот такие ситуации имеем. В течение этой недели, да, вот я такой месседж послал, люди меня поняли. Кроме этого, я встречался со всеми руководителями правоохранительной системы. И тоже эти вопросы с ними обговорил. До тех пор, пока мы не выработаем эту политику, политику в части проведения уголовного преследования в отношении бизнеса, арестов, на уровне каких-то документов, на уровне прокуратуры, которые были бы обязательны для всех органов уголовного преследования. И получил понимание со стороны органов, руководителей правоохранительной системы о том, что да, действительно, нам надо перестать это делать, потому что это абсолютно неоправданно в условиях Республики Молдова. Это губит бизнес, это подрывает устои экономики, это подрывает инвестиционный климат и целый ряд других проблем. А можно конкретно понимание, с чьей стороны вы почувствовали? Я встречался с директором Чиня, я встречался с директором СИП, я говорил с министром внутренних дел, то есть с всеми структурами, которые имеют функцию уголовное преследование или функции оперативно-розыскной деятельности. Они вас поняли? Да. У нас было в этом плане полное понимание. Но уже в ту же неделю я стал слышать, это была первая неделя моей работы, я стал слышать, что в этих прокуратурах стали возвращать вещдоки по делам, я стал слышать, что стали закрывать уголовные дела, потому что поле деятельности этих людей сузилось. Я поставил в определенные рамки, что, ребят, так дальше быть не должно. Криминалом, пожалуйста, занимайтесь. Занимайтесь случаями, когда вы взяли человека с поличным при получении взятки. Но оставьте бизнес в покое. Бизнес должен развиваться по правилам экономики. И прокуратура не должна считать, сколько налогов, от скольких налогов отклонилось или укрылось какое-то предприятие, или какая сумма контрабанды была вывезена или ввезена в страну. То, чем мы сегодня до сих пор занимались. Поэтому при таких обстоятельствах одновременно шел очень серьезный поток информации изне. Стали появляться много информации о том, что все эти годы люди преследовались, что люди незаконно отбывали наказание. К вам люди стали приходить с жалобами? Стали люди приходить. Я готов представить, даже сегодня привести конкретные примеры, для того, чтобы мои доводы не звучали. Я вас попрошу это сделать после рекламной паузы. Вопрос. Вам принесли конкретную, предоставили конкретную информацию, доказывающую то, что на протяжении этих лет то ли прокуратура антикоррупции, то ли прокуратура... Пичи Кокс нарушала закон. Однозначно. Я теперь приведу вам несколько фактов, которые, я думаю, продемонстрируют всему обществу, в каком положении находилось общество и как эти структуры работали. Конкретные факты, примеры того, как прокуратура антикоррупции или Пичи Кокс нарушали закон, вы нам расскажете, приведете после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, дальше будет интересно. Продолжение следует... Мы продолжаем говорить с генеральным прокурором Республики Молдова господином Александром Стояноглой до паузы. Вы сказали, что готовы предоставить конкретные примеры того, как прокуратуру по борьбе с... Я буду говорить Пичи Кокс, чтобы легче не тратить время эфирное. Пичи Кокс и прокуратура антикоррупции нарушали закон. Я вам хочу сказать, что я сейчас приведу вам конкретные примеры, но ни сегодняшней передачи, ни еще одной не хватит, чтобы я вам привел все эти факты, которые мне стали известны на этой неделе. В течение одной только недели. Так вот, я предварительно попросил какую-то информацию из структур генеральной прокуратуры. Став генеральным прокурором, я первый же день попросил, дайте мне арестантские дела, дайте мне число людей, которые сегодня находятся под стражей, дайте. Никто из генеральной прокуратуры такую информацию не представить не мог. Собственно, почему? Потому что генеральная прокуратура такой информацией не владеет. Эти прокуратуры, чтобы вы понимали, они рассматривали жалобы сами на себя. Генеральная прокуратура была лишена таких полномочий именно в силу вот этого статуса определенного, который... То есть, грубо говоря, если адвоката того или иного, допустим, бизнесмена, которого держат уже год в силу... Да, обжаловали решение господина Морария, сам господин Морарий рассматривал эти жалобы. В генеральной прокуратуре было два прокурора по особым поручениям, которые якобы должны были это сделать, но представьте себе прокуратуру, в которых работает по 50-40-50 прокуроров, и которые каждый день арестовывают людей в стране, вот как один прокурор может успеть все это рассмотреть? Поэтому полномочия генерального прокурора в этом были очень ограничены, и, к сожалению, они реализовывались не очень эффективно. Теперь, что касается примеров. Вы знаете, на этой неделе у меня было много примеров, и от некоторых фактов я был даже шокирован. На днях я встречался с одним очень известным бизнесменом. Все знают нашумевшее дело по заправкам Вента. Да, я помню. Их владелец просидел в СИЗО почти год, даже больше. 3 апреля прошлого года в компании Вента были проведены более 40 обысков. К этому были привлечены сотни прокуроров и полицейских. Пичекокс или прокуратура антикоррупции? Мы говорим о прокуратуре коррупции сейчас. Мы вернемся к Пичекоксу. Такие примеры и там, и там. Их не десятки, их сотни таких примеров. Так вот, были арестованы, результаты этих операций были арестованы, задержаны в начале, а потом арестованы 6 человек. Изначально компания подозревалась уклонением от уплаты налогов за 2017 год. Хотя при этом существовал акт налогоинспекции, что в этот период никаких нарушений закона в компании Вента не было обнаружено в плане этом. Были арестованы даже люди, которые никакого отношения к компании Вента не имеют. Они просто сдавали свои заправки компании Вента. В течение 2-4 месяцев 5 человек были выведены из-под обвинения. То есть 5 человек, которые сидели по 2-4 месяца. И дела в отношении были прекращены. 5 человек, которые сидели незаконно, были арестованы. Незаконно были привлечены к уголовной ответственности. Я, насколько знаю, один из братьев остался в СИЗО сидеть. Один из братьев, который стал акционером этой компании за 2 дня до проведения обыска, и никакого отношения к деятельности компании за предыдущие годы не имел, целый год просидел под стражей. При этом ни разу не был допрошен. Ни разу не был допрошен. Юристы понимают, о чем я говорю. Адвокаты, судьи. Человек находится год под стражей и ни разу не допрошен. Он СИЗО номер 13 сидел. СИЗО номер 13. Человек вышел из СИЗО через год и не знает, в чем его обвиняет. Он несколько раз обращался в прокурору, в том числе господину Морай, с тем, чтобы ему разъяснили объем обвинения или обвинения в отношении. Он даже обратился в судебную инстанцию, и суд своим определением обязал прокуратуру конкретизировать обвинения. В конечном итоге этого человека обвинили в отмывании денег. Хотя никаких конкретных документов и фактов отмывания представлено не было. И вот при всем при этом есть одна очень деталь. Вот это такое вот дело обычно оказалось. Человек год просидел. Второй, кстати, брат до сих пор находится за границей. Понимаете, Виарил Морай, если бы он здесь сидел, он 100% привел бы в другие 10 аргументов, почему это дело действительно законно отмывали денег. Давайте я приведу еще одну такую деталь. Что конкретно за этим стояло? Хотели отжать бизнес? Хотели отжать денег? Что хотели? Наталья, я объясняю. При этом деле есть одна деталь. Семья господина Мораря имеет современную заправку в районе села Цауль. Где-то там на каком-то кругу. Так вот, семья господина вот этого бизнесмена в километре от этой заправки приобрела участок земли в 2015 году для строительства заправки. Они получили все необходимые разрешительные документы. И после этого прокуратура антикоррупции возбудила уголовное дело в отношении санитарного инспектора, который выдал соответствующее разрешение. И никакого строительства там по сегодняшний день не было. То есть интересы семьи Морарь пересекнулись с интересами бизнеса компании Вента. И вот весь этот разгром только из-за этого, чтобы заправка компании Вента не стояла слишком близко к заправке семьи Морарь? Я вообще вам предлагаю пригласить людей, которых... А таких очень много. И я уверен, что сейчас люди будут готовы прийти к вам в студию и рассказать об этих вещах. И возможно, я всех вещей и тонкостей не знаю. Но я не исключаю, что, возможно, были разные варианты. Я исхожу из материалов дела. То, что я увидел. Господин Стояноглова, смотрите, в том-то и дело, что вам сейчас могут многое рассказывать люди, которые на протяжении многих лет действительно пострадали от этих двух прокуратур. Но вы ведь, генеральный прокуратур, вы знаете, что эти люди – это одна страна, прокуратура в данном случае другая страна. Вы, как прокурор, должны посмотреть документы и по документам сказать, действительно это законное дело или незаконное дело. Вот сейчас, когда вы говорите про пример этой компании Вента, вы посмотрели в документы и утверждаете, что это незаконное было преследование? Значит, даже если теоретически допустить, что эта компания уклонилась от уплаты налогов, то действия прокуратуры в отношении этой бизнес-группы были абсолютно неадекватными. В этой бизнес-группе, насколько я владею ситуацией, работают более 700 человек. Эти люди получают заработную плату. Действия прокуратуры, по сути дела, если не парализовали, то во многом ограничили деятельность этого предприятия. Вы считаете, что разгром этой компании был связан исключительно с тем, что пересеклись интересы с семьей Моровя? Да, в том числе и да. Еще примеры вам известны того, как эти прокуратуры в последние годы… Я вам сказал, что я могу очень много примеров привести. И такого рода. Давайте возьмем прокуратуру Пичкопс. Я уже сказал о том, что, к сожалению, эти прокуратуры участвовали в уничтожении целых направлений бизнеса. Давайте возьмем такое направление или такой сектор, как экспорт орехов. Вы помните, что 2-3 года или 4 года тому назад на этом рынке произошли очень серьезные изменения, вследствие которых рынок практически был монополизирован. Ну да, остались только 2 компании. В результате этого в три раза упали цены на орех на внутреннем рынке. В результате этого упали экспорт орехов, поступление дохода в бюджет и прочее, прочее, прочее. Другие там эти. Так вот, все эти дела в отношении экспортеров, это возбудила прокуратура Пичкопс. Их несколько. Все деятельность всех этих фирм была приостановлена. Были арестованы на сотни тысяч долларов орехов, которые все испортились. Эти орехи все испортились. Сегодня эти дела просто лежат мертвым грузом. И по этим делам нет никакого движения. Господин Стойного, по всем этим делам вообще можно будет доказать, что, к примеру, они были возбуждены незаконно, либо с нарушением, не знаю, фальсификации доказательств, либо с нарушением процедур? Это вообще возможно доказать сейчас? Конечно, конечно. Эти дела сегодня изучаются в рамках вот этой проверки, которую я инициировал, потому что мы об этом с вами говорили. Но потом мы перешли к другим вещам. Когда мы узнаем о результатах этой проверки? Двух проверок, а не в двух прокуратурах проводятся. Давайте я вернусь к законности этой проверки, потому что я так понимаю, что сомнения были вокруг этого, насколько я это законно сделал. Давайте представим себе такую ситуацию, что есть какое-то предприятие публичного сектора, частного, где есть руководители, есть подчиненные. И вдруг подчиненные говорят, мы самостоятельно, и мы не будем выполнять ваши указания. Теперь мы переходим к прокуратуре. Я, будучи генеральным прокурором, являюсь вышестоящим прокурором и в административном плане, по отношению ко всем, и в процессуальном плане. Это предусмотрено законом о прокуратуре, и это предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом. Как генеральный прокурор я вправе контролировать деятельность любого прокурора и любой прокуратуры, которая находится в моем подчинении, в том числе и в специализированном прокуратуре. Инструменты, механизмы контроля определяю я. То, что их до сих пор не было, это проблема людей, которые до сих пор работали. При мне не будет прокуратур, которые будут вне сферы контроля. Это абсолютно не значит, что мы будем, генеральная прокуратура или я, вмешиваться в расследование конкретных уголовных дел. Но я должен знать положение вещей в этих прокуратурах, связанные с правами людей, с арестами. Я должен знать, на какой стадии находятся уголовные дела, сколько их в производстве этих дел, сколько людей привлечены к ответственности, сколько дел отправлено в суд, какова судьба этих. Нам надо уйти от практики, когда вся деятельность прокуратур сводилась только к маске шоу, к каким-то резонансным делам, результаты которых не знал абсолютно никто. Вот конкретное дело по ВЕНТа я вам привел. Я могу вам привести другое дело. Я вам обещал много примеров показать. На прошлой неделе я получил очень объемную жалобу. Их на этой неделе было очень много в этом плане. И в этой жалобе некие граждане просились на прием и описывали такие же случаи беспредела в отношении компании, которой они руководили. Речь шла о компании, которая в 2015 году была образована в сельской местности, в Аргейском районе, в которой работали 20 человек, и которая занималась сбором и экспортом меда. За 2-3 года эта компания нарастила экспорт меда до 55 миллионов лея. Она стала крупным налогоплательщиком. И тут она попала в поле зрения прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. Вот что имеет организованная преступность с компанией, которая занимается сбором и... Потому что там пчелы организовываются, когда преступно имеют держание. Чем это все закончилось? Это закончилось тем, что уже в этом году, в 2019, деятельность компании была полностью парализована. Компания практически уничтожена. Наталья, послушайте до конца. Когда я получил это письмо, я поручил одному из прокуроров по специальным поручениям пригласить этих людей, потому что все просят, чтобы генеральный прокурор вот в этот денег принял. И таких вот просьб десятки каждый день. Но меня обеспокоило что? То, что в этом запросе было написано, что дело было возбуждено по уклонению уплаты налогов, но после проверки налоговой инспекции таких нарушений установлено не было. Поэтому прокуроры очень быстро сориентировались и переквалифицировали действия этих людей на контрабанду. Я поручил своему прокурору по особым поручениям принять этих людей и выяснить у них подробности. В тот же день прокурор пришел и сказал, господин генеральный прокурор, это полный беспредел. Деятельность фирма уничтожена, бизнес уничтожен, люди годами ходят по прокуратуре, допрашиваются и так далее. Я ему сказал, запросите, пожалуйста, дело, и я хочу видеть дело здесь. Так вот, на второй день, когда в тот же день дело было запрошено, на второй день я получил ответ из прокуратуры Пичков, то, что я раньше говорил. Дело направлено в суд. Уже направлено в суд. Конечно, дело направлено в суд. И это стало нормой вещей. Здесь возникает два главных вопроса, господин Стойного. У нас просто еще очень много тем, мало времени. Я уверена, что таких примеров, которые вы приводите, сотни, даже не десятки, сотни. Наталья, извините, пожалуйста, я хочу привести другой пример, где вот эти прокуратуры должны были работать, но не выполнили свои миссии, свои роли. У меня на этой же неделе были двое молодых людей, которые занимаются оказанием услуг, транспортных услуг. Эти люди создали 100 рабочих мест. Они платят миллионы лей налогов в бюджет. Так вот, в этом году, начиная с января по апрель месяц, у них подожгли 7 автобусов. Причем некоторых автобусов, Есть информация о том, что даже к этому имеет отношение компания транспортная, имеющая отношение к Константину Цуцу? Ходили? Я не хочу раскрывать детали, но я просто говорю, вот этот случай, сожгли 7 автобусов. Причем эти действия совершали в Кишиневе, в Чедрунге, в Камрате, в Праге, в Москве. Сжигали автобусы тогда, когда в автобусах спали люди. То есть это действия, которые сопряжены с терроризмом вообще. То есть они направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Так вот, я к чему вам говорю? Я прошу прощения, но здесь просто очень важно про эти маршрутки. Просто я встречалась... Не маршрутки, а огромные автобусы. Я встречалась с одним из этих людей в июне, когда начались процессы в нашей стране, и люди первые несколько недель готовы были говорить. Мне рассказывали, один из представителей этой компании, о том, что на них вообще наезд начался тогда, когда они получили право... в Прагу тот маршрут, по которому оказывается у нас контрабанда наркотиков. Я не буду вдаваться в детали, я просто вам хочу сказать... Это я вам говорю, исходя из своих источников. Были установлены исполнители, два слова буквально, были установлены исполнители и организаторы этих преступлений. Так вот, исполнители, это не были просто какие-то бедолаги с улицы. Это были работники полиции в ранге майоров и капитанов. Да, отставных. Те, кто поджигал? Да, конечно. И вы думаете, кто-то из этих людей сегодня сидит, они все на свободе. И они продолжают терроризировать людей бизнеса. И прокуратура в этом случае, прокуратура Пичекопс... Господин Станова, я уже сказала, таких примеров даже не десятки, а сотни. Я лично... Конечно. Я не генеральный прокурор, я просто журналист. К нам, начиная с... Ну, во-первых, все эти годы приходили, но начиная с июня приходили десятки людей ко мне, к Марьяне Радце, просто в редакцию. Я уверена, что так приходили во многие редакции в этой стране. Я всю неделю. Люди готовы, вот просто хотят поделиться своей болью. Они приходят с такими пачками, с документами. У нас нет времени на всех, но иногда ты просто садишься, слушаешь, и у тебя волосы дыбом поднимаются. Поэтому к вам вопрос как к генеральному прокурору, к человеку, от которого что-то зависит. Вот по всем этим делам, про которые вы говорили, и еще много других. Я еще хочу про политические дела поговорить чуть позже. Кто конкретно должен быть привлечен к ответственности? Руководитель прокуратуры, конкретно прокурор, который занимался этим делом, судья, который потом принимал решение в суде по указке прокуроров, потому что таких случаев очень много. Кто должен быть привлечен к ответственности, и как люди могут добиться справедливости? Им теперь чего ждать? Им ждать справедливости, которая упадет вдруг с небес? Что будет? Все дела находятся на разной стадии рассмотрения. Некоторые дела находятся еще в органах прокуратуры, и по этим делам будут проведены детальные анализы, будут приняты законные решения. Я это гарантирую. Те дела, которые находятся... А у вас есть люди, в кого вы верите, кто сможет провести эти проверки? Мы сделаем прокуратуру, в которой будут работать люди с достоинством, и люди, которые не будут бояться этого. Есть такие люди. К сожалению, в последние годы эти люди находились в забвении. С их мнением особо никто не считался. Я уверен, что у этих людей сегодня появился шанс и появилась надежда. А их вообще много, таких честных людей? Просто чтобы мы понимали. Я хочу сказать, что даже в этих двух прокуратурах тоже есть нормальные, адекватные люди. Просто эти люди работали при определенных обстоятельствах. Вот этот беспредел, о котором я говорил, это была сфера влияния, или сфера действия только небольшой группы людей, которые были приближены к этим прокурорам-шефам. Потому что, без сомнения, эти вещи делались только с одобрения, а иногда по прямому указанию руководителей. Так теперь, что касается ответственности. Те дела, которые находятся в судебных инстанциях, они тоже будут проанализированы с точки зрения объективности поддержания государственного обвинения. То есть, если будут... Мы не будем бояться, я сразу сказал, отказа от обвинения. Мы не будем бояться оправдательных приговоров, потому что эта часть для нас важна, чтобы люди не невиновные, не были привлечены к уголовной ответственности. Те дела, по которым сегодня есть окончательные приговора. Мы вернемся к этим делам. И я уже распорядился, чтобы мы изучили несколько. У нас нет рычагов влияния по этим делам. Нет рычагов влияния. Но, тем не менее, мы вернемся к процедуре, как эти дела расследовались. И если мы установим в этом случае какие-либо грубые нарушения закона, тогда мы привлечем к ответственности, поставим вопрос о привлечении людей, которые расследовали эти дела, людей, которые направляли это дело в суд, с тем, чтобы мы могли выйти на... Смотрите, господин Станоглова, в моей студии летом сидел господин Балбачану, экс-депутат. Ваш коллега, кстати, по партии демократов. Сейчас, наверное, уже можно раскрывать скобки. Он мне тогда во время эфира, я думаю, многие телезрители помнят, эти эфиры для меня это были очень сложные, два эфира. Он рассказывал, что ему еще в 2012 году один из коллег по партии говорил, смотри, это преступная группировка, будь осторожен. Он после эфира мне сказал, что этим депутатом были вы, кто ему об этом сказал. Но суть не в этом. В студии сидел человек, экс-депутат, который просидел два года в СИЗО за предательство Родин. он потерял свое здоровье. Это видно по нему. Кто видел Балбачану до СИЗО и кто видел Балбачану после СИЗО, тот знает. Дело его отправили на перерассмотрение. Кто ему заплатит за эти два года жизни? И таких людей очень много. Кто всем этим людям заплатит? Наталья, у нас есть процедура возмещения ущерба, причиненная действиями органов уголовного преследования прокуратуры судебных инстанций. Если эту процедуру использовать, то заплатить ему должно государство. Но мы в регрессном порядке должны эти суммы взыскать с людей, которые в отношении Балбачану или других каких-то лиц предприняли очевидно незаконные, изначально незаконные какие-то действия. Вопрос на самом деле не по Балбачану, а по многим другим подобного рода делам. Господин Балбачану и его адвокат здесь показали все обвинения прокуратуры и в результате судьи, который просто копипейс сделал по обвинению прокурора, это ровно один листок А4, даже не полный. И вот поэтому человека приговорили к 14-ти или к скольки годам лишения свободы. Больше 10-ти лет лишения свободы. Ведь много было приговоров в последние несколько лет, причем в том числе по отношению к людям, которых мы можем не любить, по поводу которых мы можем считать и быть уверены, и у нас все основания думать, что они должны сидеть, но есть основания думать, что те приговоры, по которым их посадили, были политически мотивированными. Что сейчас будет со всеми этими делами? Потому что у нас есть Анна Урсаки до сих пор сидит в Польше человек, которого, ну, вы меня извините, 20 лет прошло, 20 лет прошло после какого-то там, какого-то убийства, на нее вешают убийство спустя 20 лет. Есть у нас Петренко, есть у нас Балбачан, у нас есть Филат, который, по поводу которого большой знак вопроса. Его дело было политическим или не было? Ведь есть основания думать, что Плохотнюк посадил всех тех, кто мог против него что-то сказать? Платон сидит, много таких дел, Серджи Чеботару, который раньше работал в Почте Молдовии, Георгий Петик, на самом деле десятки, десятки политических мотивированных дел. Эти люди сейчас, что они должны делать? Эти люди должны обращаться, поверить органам прокуратуры. Я публично обещаю, что все эти дела будут изучены, и мы окажем необходимую юридическую поддержку при рассмотрении, пересмотре этих дел, потому что процедура ревизии она достаточно сложная и она должна быть инициирована людьми, которые пострадали от этих действий, то есть были осуждены. Мы можем вмешиваться только на этапе незаконных каких-то действий органов прокуратуры. То есть если этими лицами будут представлены нам доказательства, что эти люди злоупотребляли положение при сборе доказательств, что эти люди манипулировали доказательствами в судебных инстанциях, либо этих доказательств вообще не было, и суды это приняли так, как они считали нужным, мы будем ставить вопросы, пересмотреть их решения. А в таких случаях, и их десятки, я думаю, даже сотни, прокуроров и судей, которые были частью процесса, можно привлечь к ответственности? Да, конечно. Если это изначально умышленные какие-то действия, направленные на ущемление интересов людей, то есть не было формально никакого обвинения, оно было просто выдумано, оно было сфабриковано, в этих случаях люди должны быть привлечены и судьи, и прокуроры, и другие участники этого процесса. если это кто-то инициировал офицера уголовного преследования органов полиции, ЧНИА и так далее. Я на прошлой неделе, кстати, получил жалобу адвоката госпожи Урсаки, я уже распорядился по поводу проверки законности ее нахождения под арестом, но таких, как госпожа Урсаки, вы правильно сказали, у нас десятки. И, к сожалению, доступа к этой информации в этих прокуратурах, я еще раз говорю, в генеральной прокуратуре не было. И для меня это большой вопрос. И когда вы меня... То есть вам прокуратуры отказываются предоставлять информацию? Они ее вообще не представляли. Когда я пришел, я первым делом и столкнулся с вот этим явлением, первым делом попросил информацию из структуры генеральной прокуратуры, где, собственно, разрабатываются, продвигаются политики во всех этих. Когда я эту информацию не получил, я ее попросил из этих прокуратур. Но там была только статистика, что меня не устраило. Потому что я должен, еще раз говорю, я должен знать и понимать, что происходит в этих прокуратурах. Сколько людей арестованных, что с этими людьми, какова их судьба. Но, к сожалению, такой информации вот не было. Поэтому, когда мне сегодня говорят, что вы не вправе были это делать, назначать эти проверки, я хочу понимать вообще, а вообще, для чего тогда нужен генеральный прокурор? Тогда давайте оставим эти две специализированные прокуратуры. пусть дальше они продолжают преследовать все общество, гнобить людей, уничтожать бизнес. И тогда не нужен ни генеральный прокурор. Господин Стурзе, и не только он, но господин Стурзе на прошлой неделе, или даже на этой неделе, на прошлой неделе, вообще высказалась по поводу того, что, может быть, самый лучший вариант был бы расформировать эти две прокуратуры. Это было бы легче, чем их реформировать. Ваше мнение по этому поводу и вообще, что ждет Виарела Мараря и господина Китурага? Об этом после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Мы вернулись в студию, продолжаем говорить с генеральным прокурором господином Александром Стояноглом. До паузы я вас спросила и повторюсь, что будет с этими двумя генеральными прокуратурами? Вы ведь начали проверку. Специализированными. Специализированными, да. Я прошу прощения. Вы начали проверку. Проверка будет длиться до месяца. Она больше не может длиться по закону, насколько я понимаю. Нет, вообще проверка по моему приказу будет проводиться в ближайшие две недели. То есть, одну неделю мы уже прошли. В случае необходимости эта проверка будет продолжена. Мы взяли время проверки, начиная с деятельности этих прокуратур, потому что за весь этот период у нас не было никакой информации. Я сказал изначально, что я не преследовал цель преследовать какого-то прокурора, мораря или какого-то. Я об этом им сказал при начале этой проверки. Я их пригласил, объявил об этой проверке и сказал, что для меня очень важно понимать, что происходит у этих прокуратур. Потому что с этими прокуратурами связаны основные недовольства общества. Поэтому давайте вместе подумаем. Если там есть какие-то небольшие организационные пробелы, давайте вместе подумаем, как их устранить. Если есть небольшие какие-то нарушения, ну что, это обычная текущая деятельность. Если есть серьезные нарушения закона, то нам надо будет думать о более системных решениях. Если есть нарушения закона, которые влекут ответственность, значит люди, которые совершили эти действия, будут нести ответственность. Независимо от того, кто это прокурор, шеф или прокурор рядовой. Поэтому, когда я об этом говорил им изначально, я абсолютно не преследовал цель, чтобы убрать господина одного или второго. Для меня мне нужно было понимать, что там происходит. И я хочу вам сказать, что в этом плане у меня есть очень большие разочарования. Потому что то, что нам удалось проверить первую неделю, означает только одно, что в этих прокуратурах полный хаос. В этих прокуратурах нет элементарной организации работы. В этих прокуратурах нет регистров, которые бы сегодня позволили нам определить, кто был привлечен к уголовной ответственности. Какие дела направлены в суд. Что ждет руководство этих двух прокуратур в результате проверок? Ну, грубо говоря, Компан и господин Мораль могут вернуться в эти прокуратуры и продолжить работу свою? Господин Компан уже однозначно в эту прокуратуру не вернется, потому что он там всего лишь исполнял обязанности. Я на это место назначил другого. Господин Мораль теоретически может вернуться, но это будет зависеть от результатов проверки. Если по результатам проверки будет установлено, что были нарушены, грубо нарушены права и интересы людей, связаны с основными правами, право на свободу, право на передвижение, что у нас было нетранспарентное расследование многих дел, что эти дела многие люди находились годами под стражей, то в отношении господина Мораль тоже будут предприняты меры организационного характера. Смотрите, все равно есть вопросы к тому, что вы делаете, причем большие. И вы должны понимать, почему у некоторых людей возникает ощущение, что есть в том числе некий политический подтекст за всем, что вы делаете. К примеру, на прошлой неделе, 13 декабря, вы отстранили Октавиана Якимовски от должности зам главы прокуратуры антикоррупции. Александр Якимовский последние несколько месяцев был одним из главных прокуроров по всему, что мы называем дело о краже миллиарда. Я все понял. И вообще, и Виорел Мораль в своих нескольких выходах в СМИ на прошлой неделе дал понять, что ваша активизация и ваша проверка связаны с тем, что а, он, Виорел Мораль, и его прокуратура очень сильно активизировались по краже миллиарда, и б, они активизировались по делу о незаконном финансировании партии социалистов, так называемое дело о Багамах, известно расследование журналистов Райса. Давайте начнем с Якимовского. Да. Во-первых, Якимовский всего лишь исполнял обязанности зама прокурора этой прокуратуры. Во-вторых, будучи замом, который отвечает за следствие, а там 17 следователей, чтобы вы понимали, 17 прокуроров, которые расследуют уголовные дела, и 300 дел в остатке. 300 дел. С начала года было 600 дел. Просто господину... Что значит дел в отстатке, 300 дел в остатке? Объясню. Это возбуждено 300 дел в отношении огромного количества людей. Людей, которые арестовывались, преследовались, в отношении которых предпринимались процессуальные действия. И эти дела сегодня не завершены. Они находятся в производстве. Для сравнения, за первые 11 месяцев этого года прокуратура отправила в суд только 79. а прекратила 129 дел. То есть полтора раза больше, что говорит о том, что еще 129 человек незаконно преследовались, потому что дела прекращены. В начале года было вообще 600 дел. Так вот скажите мне, пожалуйста, этот заместитель, который отвечает за следствие, он должен нести ответственность за ситуацию по всем делам. Как вовремя эти дела расследуются? Как вовремя эти дела направляется в суд? Какие меры пресечения в отношении людей? Как эти... То есть это такой фронт работы, если брать сегодняшнюю нагрузку на каждого, а это где-то 20 дел? Если завтрашнего дня ни одно дело не поступит больше в прокуратуру антикоррупции, у них есть работа на два года вперед. Поэтому господин Якимовский просто физически с этим справиться не мог. С учетом того... Но смотрите, как это выглядит со стороны господина Стойноглова. Пять лет по делу о краже миллиарда. Подождите, мы сейчас вернемся к краже миллиарда. Тут появился Якимовский. Тут у нас обыски у Дрогоцарда. Я вам говорю сейчас, как это воспринимает обычный потребитель информационного потока. Есть Якимовский, который работает в этой группе, в прокуратуре антикоррупции. В последний месяц наконец-то что-то стало двигаться. В августе этого месяца объединили большое количество дел в одно дело по краже миллиарда. Наконец-то. И пяти лет не прошло. Понятно, что это те же самые прокуроры. Вот я отвечаю на вопрос. И вот только появилась информация об обысках, Александр Стойноглова отстраняет одного из главных прокуроров. Не делю тому назад. Вопрос о так называемом деле краже миллиарда рассматривался на Совете безопасности. Я проинформировал члена Совета безопасности, что впервые за последние пять лет, за последние четыре-пять месяцев, дело или расследование дела активизировалось. И активизировалось благодаря группе прокуроров, которые по этому делу работают. Это была информация публичная, которую я представил. Действительно, я ознакомился с этим и могу подтвердить. У меня нет претензий к господину Якимовскому. В части работы за последние четыре-пять месяцев в группе прокуроров и офицеров уголовного преследования, которые делегированы из центра, по расследованию этого дела. Они действительно произвели огромный объем работы. Они активизировали это дело. Именно за эти несколько месяцев. За четыре последних месяцев они обратились к нашим партнерам по развитию за оказание. Кстати, впервые. Впервые за пять лет? Да, впервые за пять лет. И для меня, еще раз говорю, я даю возможность, дал возможность, чтобы господин Якимовский, с его активной позиции, как раз-то проявил себя при расследовании этого дела, сконцентрировался на нем. То есть он остался в деле по краже миллиардов? Конечно. Послушайте, Наталья, с самого начала, когда мы начали эти проверки, я дал указания, не то что дал, это обычная работа, не вникать и не вмешиваться в расследование конкретных уголовных дел. Это сфера ответственности каждого прокурора. Для нас важна была статистика, и для нас важны были, как соблюдается права людей и законность в этих прокуратурах. Мы не вмешиваемся в расследование дел. Вы не найдете ни одного случая, и господин Марарий, или кто там скажет, что стоянок сказал, делайте поэтому делу так, а делайте так. Поэтому то, что делают господин Якимовский и группа прокуроров и офицеров, мы только приветствуем. Более того, я хочу усилить это направление деятельности, потому что расследование миллиарда, о котором мы говорим пять лет, это дело чести прокуратуры и всей правоохранительной системы. Если хотите, это тест на нашу профессиональную пригодность. Но у меня в этом случае к господину Марарию есть очень большой вопрос. А что делали пять лет по этому делу? Хорошо, что сейчас появился какой-то Якимовский, и группа там этих офицеров, и группа прокуроров, которые последние 4-5 месяцев активизировали свою деятельность. Но я не видел, чтобы что-то последнее. Более того, я вам хочу сказать, что у меня есть подозрение, что следствие вообще по этому делу шло не по совсем правильному пути. Потому что у меня уже тоже на этой неделе появляется какая-то информация. Есть люди, которые говорят, ребята, подождите, вы вообще не то делаете. Поэтому там действительно дело очень многоплановое. Там действительно несколько направлений деятельности. Это и не возврат кредитов, еще начало 2009-2011-2012 годов. Это и потом выдача этих государственных гарантий, распределение денег. Это деятельность и администраторов банка, и руководства национального банка, которые в первую очередь... А должно стать частью расследования о краже миллиардов, в том числе то, как прокуратура все эти 5 лет не расследовала это дело? Как она затягивала расследование? Как, возможно, она фальсифицировала это материал? Если будет установлено, что эти действия носили умышленный характер, то прокуроры, которые были в этом вовлечены, должны тоже нести ответственность. То есть сейчас вы, как генеральный прокурор, смотря на эту группу прокуроров из прокуратуры антикоррупции... У меня к этой группе прокуроров никаких вопросов нет. У вас есть основания верить, что, может быть, дай бог, в 2020 году мы узнаем, где миллиард? Я бы иначе ставил вопрос, что я подключу дополнительные силы к поддержке этой группы. Мы выработаем определенные... Что вы имеете в виду под дополнительными силами? Я имею в виду, вы знаете, я хочу понимать тоже, и по всей видимости, на следующей неделе я проведу более широкое, детальное обсуждение. Я хочу знать, по какому направлению идет следствие. Я хочу знать, сколько для этого нужно ресурсов, в том числе и людских. Потому что сегодня там работают 4 прокурора. 4 прокурора работают. В этом деле? По этому делу, да. Всего 4 прокурора? Да, и 6 или 8 офицеров уголовного преследования. По всему делу о краже миллиарда 4 прокурора? Да, Наталья, именно так. Вот, я предполагаю или я считаю, что количество прокурора должно быть значительно больше. И, возможно, мы это дело просто, да, оно будет вестись по всем этим направлениям. То есть у нас будут очень, я думаю, консультации, будет диалог. Мы будем консультироваться и с международными экспертами. На этой неделе, на прошлой у меня были встречи с представителями иностранных посольств и миссий. И во всех случаях мы обсуждали вопрос поддержки, в том числе технической, в том числе экспертной, в том числе со стороны вот этих международных организаций. То есть, грубо говоря, вы можете запрашивать помощь со стороны стран, к примеру, Соединенных Штатов Америки, поскольку часть денег, которая была украдена, была в долларах, вы можете запросить? Я убежден в том, что без поддержки наших местных партнеров, внешних партнеров, у нас серьезных подвижек по этому делу не будет. Мы не можем вариться в своем собственном соку, тем более, что деньги ушли давно из страны. А можно их еще вернуть? Я думаю, что значительную часть денег можно вернуть. Можно? Да. То есть, вы думаете, можно определить по всей этой цепочке, деньги вышли, перегнали через 10 офшоров, купили домик в Куршавеле, продали домик в Куршавеле, купили яхту, продали яхту, купили частный самолет? Можно понять? Я думаю, что спецслужбы, особенно Соединенных Штатов Америки, контролируют все финансовые потоки, которые осуществляются в долларах по всему миру. Поэтому, если мы будем вызывать у этих людей доверие и подтвердим свое желание, реальное желание действительно расследовать это дело, я думаю, что мы получим необходимую поддержку и помощь. Что бы вы вызвали у этих людей, но и самое главное, у тех, кто нас смотрит, у граждан Республики Молдова доверия, также важно ответить вам на вопрос, который многих сейчас волнует. То, что произошло на прошлой неделе, в том числе с Феорелом Арарем, это связано с уголовным делом по незаконному финансированию партии социалистов. Поскольку вы знаете, что в общественном пространстве к вам некоторые люди приклеили значок генпрокурора Игоря Дадона, соответственно, этот генпрокурор будет защищать интересы партии социалистов. Что с этим уголовным делом? Давайте так. Это дело было возбуждено господином Арарем в 2016 году. С 2016 года это дело прекращалось. Это дело, насколько я понимаю, знаю, поэтому делу не было пройдено никаких следственных действий. Теперь, когда начались вот эти проверки, теперь, когда кто-то стал выяснять, чем занимаются на самом деле эти прокуратуры, вдруг появляются какие-то декларации. Я вообще не вмешиваюсь в расследование этого дела. Вот оно у господина Мараря, он имеет или там у какого-то прокурора, прокурор имеет соответствующую процессуальную самостоятельность, вот пусть расследуют дело. Я абсолютно, более того, если надо, я в этом окажу необходимую поддержку. Но я никогда не буду по этим делам, не только по этим, а другим, тянуть доказательства за уши. То есть если будут доказательства по делам, любым делам, в отношении партии социалистов, партии демократов, другим, эти люди будут привлекаться к ответственности. Вы как генеральный прокурор действующий видите за теми видео, которые были опубликованы в июне в публичном пространстве, видео, в которых президент Игорь Дадон переговаривается с Владом Плохотнюком, рядом сидит Сергей Иралов, и они говорят о том, кто сколько, там, партии социалистов, нам русские дают 700 тысяч в месяц, нам нужно на партию 700 тысяч в месяц или 800 тысяч, я уже точно не помню. Но эти видео видели все. Вы считаете, что есть основания для того, чтобы возбудить уголовное дело о финансировании партии социалистов из-за границы? Потому что на момент, когда они это обсуждали, финансирование из-за границы было запрещено политических партий. Да, вы абсолютно правы. И я думаю, что в этих случаях есть основания возбуждать дела и их расследовать. Другое дело, еще раз говорю, по этим делам нужно собрать доказательства. Вот сбор доказательств, он ходит в компетенцию конкретного прокурора, других органов уголовного преследования, которые они привлекают к этому делу. Поэтому, если будут такие доказательства, мы будем привлекать людей к ответственности, независимо от того. Теперь, что касается того, что я принадлежу к какой-то там партии. Вообще, интерес ко мне появился только после того, как я прошел первый тур, то есть первое интервью в Минюсте. До тех пор со мной никто вообще не говорил, со мной никто не встречался. Вот после этого со мной встретилась бывшая премьер-министр, госпожа Санду. И, кстати, хочу сказать, что у меня с ней был очень конструктивный и очень интересный разговор. И, кстати, этот разговор закончился тем, что она мне сказала, господин Стойного, если вы станете генеральным прокурором, начните систему с ее очистки. А вы понимаете, почему она и не только она была уверена, что весь конкурс был... Ну, не то чтобы... Это неправильно сказать, сфальфицирован. Трукат это... Инсценирован, да. Инсценирован. И то, каким образом голосовал в результате член комиссии, назначенной госпожей Гречаной, что все это было сделано для того, чтобы именно вы выиграли и так далее. Вы понимаете, что за этим стоит? Хорошо. Я понимаю, но в этом смысле абсолютно необъективное освещение этих вещей. Член комиссии, о котором вы говорите, он поставил высокие оценки всем прокурорам, будучи уверенным как прокурор, что будущий генеральный прокурор должен быть из системы. Почему никто не говорит о том, что член гражданского общества поставил самую высокую оценку, такую же, представителю гражданского общества? Давайте будем объективны в этих вопросах. Он же не только мне поставил высокую оценку. Вы должны понимать, просто последние годы показали, что у нас гораздо больше оснований верить представителям гражданского общества, чем представителям прокуратуры. Вот и все. Я думаю, все вот это недовольство общества связано с этим. Потому что когда прокурорские голосуют за прокурорских, у нас сразу есть ощущение, что вы друг друга, не знаю, каст себя защищает. Я не знаю, вы поверите мне или нет, но когда я пришел на это мероприятие, на это интервью, и увидел господина Боба, я был удивлен. Потому что я знал, что там должен быть господин Поставан. Господин Поставан – это тот человек, который когда-то меня принял на работу. Потом назначил, доверил мне должность прокурора ГГУ ЗИИ. И поверьте мне, я бы никогда не осмелился к нему подойти и попросить, чтобы он меня... Для меня он настолько авторитетный человек, что я даже не могу себе такое позволить. И когда я пришел туда и увидел Боба, я не понял, что Боба там вообще делает. Потом оказалось, что он был... их просто поменяли, потому что господин Поставан в эти дни отсутствовал. Я не видел господина Бобу, вы можете... с тех пор, как я ушел из системы прокуратуры. Но я знаю, что господин Бобу – это патриот-система. Это человек, который всю жизнь себя посвятил этой системе. И я знаю его отношение к этим процессам. Поэтому не надо сегодня... Хорошо, давайте возьмем другое. Вот, ну, я не знаю, насколько сейчас надо нам возвращаться к этой тематике, потому что я вообще не хочу жить в прошлом. Мы это уже прошли. И поверьте мне, что я это прошел достаточно достойно. Вы возьмите, прочитайте интервью мое и интервью других кандидатов, и убедитесь, что ни один из кандидатов или большинство моих конкурентов ничего не говорили о прокуратуре. Все говорили о политических декларациях. Все говорили о захваченном государстве и так далее. Давайте отойдем от политики. Я вас здесь подвержу. Давайте мы не будем говорить о прошлом, потому что у нас не то чтобы нет времени, у нас уже катастрофически нет времени. Я приношу свои извинения генеральному продюсеру. Я знаю, что она меня поклинает, но я попрошу еще пару минут эфира, поскольку у нас сейчас на прямой связи Виарил Морарик, о котором вы сегодня сделали жесткие заявления, и мы обязаны, как корректно СМИ, предоставить право на реплику. Добрый Морарик, друзья, спасибо, у нас пока бутылка. Да, добрый Морарик, keeping запрошен. Доман Морарик, пробовали, я не хочу управлять те, что я сказала на адресе вино. Да, да, я могу сказать. Вы попрошен. Я позволю вам заботиться на реплику. Сним мы приглашаем. Что вы хотите сказать, дому прокурор-генеры? Дома прокурор-генеры, я хочу сказать, что я хочу говорить о том, что я с ним не прочитаем, что не может быть кто-то влепосте в упрошлении. Иисус и прокуратура института, и прокурору Моран. Я acceptал и сказал, что дуга луи, что дуга луи имеют древнюю активность прокуратурия института в Италии. Маймута, дуга луи, мне-а solicитат, в три зале, что-то презенту у рапорта комплекта на активности прокуратуреи для четыре года. Что я сделал, нечтенка, ам обеакции на термин стабилиз. Маймута, дуга луи, в течение всего, в правительстве прокуратуре специализации, это степутат, что прокурору шефа прокуратуреи антикоруптии презенту рапорту для активности на 15 феврале. Маймута, дуга луи, в течение всего, в течение всего, в горитep Компа, до конца. Продолжение следует... 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 которые имеют столько ожиданий от нас. Для меня имидж прокуратуры в этой ситуации – это самый, скажем, большой момент, ради которого, собственно, я и пришел на эту должность. Знаете, надо отдать должное. Перед вами стоит не то, чтобы быть сложное, но практически, знаете, mission impossible, практически невозможная задача – восстановить доверие к Генеральной прокуратуре, поскольку не только последние несколько лет, а последние десятилетия Генеральной прокуратуры использовалась каждым политическим классом как инструмент по борьбе, в первую очередь, со своими оппонентами, во вторую очередь, для обогащения. Бизнес всегда крышевальный. Мы не будем… Посмотрите. Во-первых, мы не будем вмешиваться в никакие политические процессы, как бы политики этого не хотели, ни на одной, ни на другой стороне. И у меня здесь очень твердая позиция. Вторая. Первый мой месседж к коллективу, который я пришел и сказал, я не пришел сюда зарабатывать деньги. И если кто-то из вас услышит, что я вовлечен в какие-то, придите и скажите об этом мне в лицо. Но если я об этом буду знать в отношении вас, то у вас будут проблемы. Поэтому я хочу доверять и буду доверять людям, которые рядом со мной работают. Я буду ставить перед ними задачи, я буду требовать от них исполнения этих задач и ответственности. Смотрите, вы сегодня отправили четкий, явный месседж и Николай Китурага, экс-главе прокуратуры Пича Кокс, и Виорелу Морарио. Мы не смогли дозвониться до господина Китураги. Мы готовы в любой момент, если господин Китурага готов прийти к нам в эфир, предоставить ему площадку. Но вы же понимаете, что не могли они единолично заниматься всем тем, о чем вы сегодня говорили, о чем говорила вся страна на протяжении этих лет. Нет, они просто получили шаблон. Есть еще прокуроры. Какой месседж вы отправляете тем прокурорам, которые конкретно занимались теми делами, о которых принято говорить, что эти дела заказные, политические, сфальсифицированные, рейдерские захваты и так далее. Какой месседж вы сейчас отправляете этим прокурорам? Им оставаться в системе или им лучше уйти по-хорошему? Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы прокуроры прежде всего были людьми. Мы потом являемся прокурорами. И мы должны относиться ко всем людям, которые нас окружают, независимо от того, являются ли они преступниками. Или это люди, которые попали в силу каких-то обстоятельств тоже по-людски. Я не понимаю людей, которые искусственно создают проблемы для других людей. На мой взгляд, это самая высокая степень подлости человеческой. Поэтому я призываю моих коллег, всех, и тех, которые попали в какое-то неловкое, сохранять чувство человеческого достоинства. Относиться к окружающим нас людям не как к криминалу, а просто к людям, которые имеют какие-то жизненные проблемы. Да, к сожалению, у нас очень ограничено время. Я и на этой неделе сталкиваюсь с такими случаями, когда мы иногда даже просто не слышим людей. Поэтому я бы хотел, чтобы... Смотрите, просто обратиться к прокурорам и сказать, что вы их призываете быть в первую очередь людьми, это хорошо, но этого недостаточно. К примеру, у части прокуроров мог возникнуть вопрос по поводу того, кого вы назначили своими замами. Вы назначили трех замов. Да, я могу сказать и про замов. Есть вопросы по двоим, к примеру. Я общалась с людьми, есть вопросы по двоим. Господин Попов, вы знаете, что у него трехэтажный дом, и по декларации деньги на этот трехэтажный дом он получил от своей мамы, которая работает в Италии. Плюс у него есть две машины, довольно новые модели. Вы вообще верите в то, что прокурор, получая деньги от своей мамы в Италии, строит себе трехэтажный дом? Ну просто вы верите в такое? Наталья, у нас нет идеальных людей. Я очень бы не хотел, чтобы мои замы были заподозрены в каких-то нечистых делах. Но они сегодня лучшие профессионалы в своих отраслях. Я им верю. И я уверен, что они будут честно исполнять свой долг. Теперь, что касается... Я не знаю, о ком вы... Я вот все эти дни слышал только о господине Попове. А другие замы... Господин Рашуор, у меня нет к нему никаких профессиональных вопросов. Но есть один вопрос, касающийся того, что он был замген прокурора и членом ЧСП, консилиул супериор прокурорилор во времена захваченного государства. И он... Просто вопрос к вам. Вы доверяете человеку, который был довольно важной фигурой в прокуратуре тех лет? Я же вам сказал, что Генеральная прокуратура была лишена возможности влиять на работу вот этих специализированных... А весь беспредел, все беззаконие было именно вот в этих двух прокуратурах. И еще один вопрос очень важный. По одному из дел, о котором я считаю, что мы не имеем никакого морального права забыть. А вы, как Генеральный прокурор, должны сделать все, чтобы никто не забыл. Что с делом о учителях-турках? Уже в первую неделю своей работы я пригласил прокурора, который расследует это дело, потому что я слышал, что дело находится на завершающей стадии, и дело собирается направлять в суд. К моему большому сожалению. Поэтому в делу есть очень много вопросов, потому что... А не будут назначены просто козлы отпущения? У нас принято так делать. Секретарша... Находить козлов отпущения и отправлять в отношениях в суд. Но я могу сказать, что главные фигуры по этому делу, к этому моменту моего опроса или моего приглашения, не были допрошены. А как такое возможно? Как могут отправлять дело в суд без того, чтобы допросить главных обвиняемых? Наталья, я вам говорю о ситуации, которая была до меня. Я вас уверяю, что да, и по этому делу по-другим. Дело пойдет в суд по лицам, которые непосредственно принимали решения, и вследствие которых турки, турецкие учителя были высланы в Турцию. Поэтому не будет козлов отпущения. Я обещаю объективность расследования этого дела и других дел. Господин Станоглый, я благодарю вас за этот разговор. Я бы продолжила с вами говорить, но меня уже убивают все, поймите. Меня уже убивают все, поймите, мы уже нарушили все временные рамки. Я могу вам сказать, что вы в этом эфире сильно подняли планку ожиданий со стороны общества. Я лично вам желаю и себе, чтобы вы через полгода пришли ко мне на эфир, к моей коллеге Марьяне Радзе. Я не знаю, я бы была рада, если бы вы чаще приходили на эфиры. Но вы в самом начале пообещали, что вы не будете делать этого часто. Я хочу через полгода с вами поговорить и увидеть, останетесь ли вы прежним. И продолжите ли вы говорить так, как сегодня в первом эфире. Для меня это будет такой важной лакмусовой бумажкой. Окей. И что сказать? Желаю вам удачи. Спасибо. Не забывайте, что у вас на столе должен всегда лежать закон и Конституция Республики Молдова. Это был Александр Стояноглый. Увидимся завтра в 21.30. Желаю вам спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова